Пребывание на высоте ускоряет рост волос. Например, когда вы летите в самолете, ваши кудри растут в два раза быстрее. С вами профессор Гуглов, мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть тысячу рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель! Мы часто слышим от мужчин заявления о том, что женщин трудно понять. Однако порой не менее трудно понять их самих мужчин. Девушки могут делать все возможное, чтобы выглядеть как никогда прекрасно, и все равно противоположный пол не будет обращать на нее внимания. Если вы часто оказывались в такой ситуации, то предлагаю вам посмотреть мое видео и узнать, что же все-таки нравится мужчинам в девушках. А если вы досмотрите мое видео до конца, то вы узнаете, почему красивая внешность может стать причиной проблем в отношениях. Длинные спутанные волосы. Не секрет, что мужчины любят длинные красивые волосы, но причина этого вас удивит. Все из-за того, что, говоря языком науки, цель любых свиданий – рождение детей. Хотя это может показаться смешным, это действительно так. Мозг мужчины запрограммирован искать ту, которая лучше всего подойдет на роль матери и его детей. А длина и количество волос, как выяснили ученые, это прямое свидетельство молодости и здоровья женщины, указывающее, что у нее наиболее высокий репродуктивный потенциал. Поэтому мужчинам так нравятся такие волосы. А еще поговорка «джентльмены предпочитают блондинок» – не выдумка, а факт. Светлые волосы и голубые глаза – мутация, которая произошла относительно недавно, 11 тысяч лет назад. Поэтому блондинки ассоциируются с молодостью. Это одна из причин, почему их предпочитают мужчины. А поскольку они рожают много детей, мы повсюду видим светловолосых людей. Широкие бедра Модные журналы учат девушек, что для того, чтобы быть красивой, нужно быть худой. Однако наука дает нам повод усомниться в правильности этого утверждения и говорит, что наоборот, быть красивой – значит быть в теле и иметь широкие бедра. Ведь с научной точки зрения они делают девушек более привлекательными. Как и длинные волосы, они ассоциируются с плодовитостью. Мужчины предпочитают женщин с широкими бедрами и тонкой талией, поскольку подсознательно так они легче видят, что эта женщина еще не беременна. Длинные руки Длинные ноги считаются красивыми, но кто бы мог подумать, что и длинные руки тоже являются показателем красоты. Как выяснилось, руки даже более важны. Однажды ученые решили выяснить, что же делают женщину привлекательной и рассмотрели этот вопрос с разных сторон. Думаете, они доказали, что мужчинам нравятся молодые высокие девушки с тонкой талией? Нет. Первым пунктом по привлекательности оказались длинные руки. Выяснилось, что мужчинам нравятся девушки с длинными руками. Не спрашивайте, почему. Наверное, здесь все просто. Руки легче увидеть, чем многие мужчины обращают на это внимание, когда ищут молодых и стройных женщин. Руками также можно обнять. И это тоже важный и приятный момент. Но не волнуйтесь, девушки с длинными ногами тоже очень привлекательны. Согласно исследованиям, мужчины нравятся женщинам, чьи ноги на 5% длиннее среднестатистической женщины. Возможно, для них это является показателем здоровья женщины. Высокие каблуки Высокие каблуки – это орудия пытки, которые женщины вынуждены носить каждый день. Увы, спешу расстроить тех, кто давно хочет отказаться от них, потому что устал от постоянных болей в ногах. Наука, опять же-таки, доказала, что высокие каблуки делают девушек привлекательнее. Почему? Женщины по своей природе ходят совсем иначе, нежели мужчины, и высокие каблуки помогают подчеркнуть эту сторону женственности. Чем больше женщины отличаются от мужчины, тем более привлекательнее они кажутся, считают ученые. И это было доказано экспериментально. В ходе одного испытания в баре посадили девушек, обутых в разную обувь. Девушкам в обуви на высоком каблуке пришлось ждать всего 8 минут, прежде чем к ней подошел мужчина. В то время как девушки в обуви на плоской подошве были вынуждены ждать этого целых 14 минут. Почти в два раза дольше. И даже если их манера ходить не сильно отличалась, я думаю, что все потому, что девушка на каблуках выглядит более уверенной в себе и готовой к общению. Симметрия лица Для девушки быть обладательницей красивого лица означает не только иметь большие глаза, пуклые губы и небольшой носик. В действительности привлекательнее ее делать показатели ее здоровья. Считается, что симметрия лица играет в этом важную роль. Согласно последним исследованиям, люди с более симметричными лицами выглядят более здоровыми и находят партнеров быстрее, чем остальные. Но это не совсем так. Только серьезные генетические изменения или травмы могут привести к асимметрии. Поэтому люди неосознанно избегают ее. А еще, возможно, нам нравится симметрия, потому что нам в принципе нравится симметрия и в жизни, и в искусстве. Просто потому, что это красиво. Однако при этом не стоит забывать, что слишком правильная симметрия лица выглядит странно. Взгляните на эти две фотографии с идеально симметричными лицами. Они выглядят ненатурально. И это может означать, что они являются не самым лучшим выбором в качестве партнера. Но на самом деле не важно, симметрично ваше лицо или нет. Вы всегда должны помнить, что ваша внешность уникальна и отличает вас от других. Красные губы Красный – это не только цвет любви. Это также цвет, который делает женщин более привлекательными. И это доказано, опять-таки, учеными. Красный цвет ассоциируется с волнением. Это обычно отражается покраснением щек, шеи и груди. И поэтому это так нравится мужчинам. Им кажется, будто краснеющая девушка краснеет из-за них. Кроме того, мужчинам нравится этот цвет, потому что женщины чаще надевают красную одежду, чем одежду другого цвета, когда идут на встречу с привлекательным, по их мнению, мужчиной. Так что, если девушка одета в красное, это хороший знак. И дело не только в красивом платье. Правда, здесь есть один важный момент. Красный цвет делает девушку красивее, только если мужчина уже ранее счел ее привлекательнее. Улыбка Вы, наверное, удивитесь, узнав, что улыбка прекраснее любой одежды. Но знаете ли вы, что, по мнению ученых, улыбка делает мужчину менее привлекательным? Все потому, что радостное выражение лица ассоциируется с женственностью. А вот мужчину улыбка способна сделать менее мужественным. Это абсолютно не связано с эволюцией, просто так заложено в нашей культуре. Но почему улыбка девушки так привлекательна? В мужчинах заложено искать женщин, которые восприимчивы к их достоинствам. Чем больше они им нравятся, тем лучшими партнерами они могут стать. Высокий голос Понятия о красивом женском и мужском голосе совершенно противоположны. Все из-за того, что когда дело доходит до поиска партнера, людей чаще привлекают мужественные мужчины и женственные женщины. Поэтому, если вы девушка, то вам лучше говорить высоким голосом. Так как, по словам ученых, так вы будете звучать женственнее, а значит привлекательнее. По этой причине женщины с более высокими голосами кажутся более худыми и молодыми. А вот мужчин более привлекательными делает низкий голос. Он указывает на высокий уровень тестостерона. Мужчинам также кажется, что девушки с более приятным голосом имеют более симметричное лицо. Кстати, ученые доказали, что люди с приятными голосами вообще быстрее находят партнеров, и их у них больше, чем у остальных. Но, к сожалению, люди с красивыми голосами вовсе не идеальны. Они часто изменяют своим партнерам, и их отношения чаще всего длятся недолго. Это касается и мужчин, и женщин. Непривлекательность. Следующий факт – самое странное утверждение, какое вы, наверное, только слышали. Но именно к такому мнению пришли ученые. Быть слишком привлекательным – губительно для отношений. Чтобы прийти к такому выводу, ученые взяли выпускаемые альбомы и спросили у людей, чьи фотографии были в них помещены, как у них сейчас дела в личной жизни. Так вот, оказалось, что те, кого в подростковом возрасте считали привлекательными, недолго состояли в браке и чаще разводились. Когда ученые провели тот же эксперимент с фотографиями знаменитых актрис, они увидели, что у самых красивых актрис были самые короткие романы. Но почему привлекательность, наоборот, делает нас менее привлекательными? Проблема в том, что красивые люди очень популярны. Поэтому им ничего не мешает начать искать вариант получше, если нынешний партнер их хоть в чем-то не устраивает. А еще у красавцев слишком большой выбор, поэтому они никак не могут остановить свой выбор. Полоски от загара. Быть загорелым сегодня очень модно. Тем удивительнее слышать, что то, от чего можно заработать рак кожи, делает людей более привлекательными. Но, во-первых, ученые так и не подтвердили, что более темный цвет кожи, чем наш собственный, делает нас привлекательнее. Они просто взяли фотографии 45 женщин и с помощью фотошопа добавили им загара. Затем они разместили фотографии в приложениях для знакомств, чтобы узнать мнение людей. Так вот, фотографии загорелых женщин были в два раза популярнее женщин не загорелых. Вам интересно знать почему? Нет, эволюция здесь ни при чем. Привлекательность загара связана исключительно со сложившимся мнением в обществе. Столетия назад, когда люди много работали на свежем воздухе, бледность кожи была показателем достатка. Теперь же, когда мы больше времени проводим в помещении, предпочтительнее иметь более темную кожу. А теперь самое интересное. Знаете, почему полоски от загара считаются привлекательными? Все очень просто. При взгляде на них мы вспоминаем о пляже и лете. И это-то и делает людей красивыми. А это кто такой молодец? Это кто насмотрел мое видео до конца? Спасибо тебе большое за это. Также подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Нажимай на колокольчик при подписке, чтобы не пропустить ни одного моего интересного видео. Также смотри другие видосы на моем канале. И увидимся уже завтра. Пока! Пока!